Привет, я Георгий Белов Сегодня с вами будем говорить про, наверное, самую яркую новинку 2015 года в России Про Lada Vesta На самом деле это действительно событие, событие крупное, потому что это не просто машина Это тот случай, когда новая модель должна немножечко изменить мир Автомобильный мир, российский автомобильный мир По сути дела, Lada Vesta, она как бы должна в некотором роде отправить на свалку истории термин иномарка Потому что ведь много десятилетий мы рассуждали как? Есть иномарки, то есть хорошие продуманные автомобили А есть российские автомобили, которые всегда заведомо хуже Вот Vesta это как бы абсолютно современный по мировым меркам автомобиль Первый русский автомобиль, который может считаться иномаркой Вообще, надо сказать, что с Vesta и вообще получилось интересно Потому что помимо прочих многочисленных изменений на заводе АвтоВАЗ Там еще и хорошенечко перетряхнули отдел пиара Раньше, на самом деле, с Волжским автозаводом было очень сложное имя дело Если ты не журнал за рулем Потому что там можно было писать, можно было звонить И тебя, в общем, в том или ином виде постоянно отшивали Теперь там поняли, что с прессой надо общаться Теперь там дают всем желающим машины на тест Теперь там все хорошо Так же, как в западных компаниях Ну, что ж, этим было грех не воспользоваться На самом деле, Vesta начали пить Ассану прошлой осенью, осенью 2015 года И Ассану спели буквально все Я, наверное, единственный человек в солнечной системе Который на Vesta до этого момента еще не покатался Это, конечно, плохо, но есть в этом один плюс Знаете, какой? Покуда все эту машину нахваливали Никто не знал, что произойдет через два с половиной месяца А произошло вот что Поначалу вот этот мощный Такой, знаете, как это вот Мощный пиар, который сделали Vesta Все, кто про нее писал и снимал Он сработал Это дало такой, знаете, первый толчок То есть, когда продажи начались в ноябре 2015 года Сходу разошлось где-то примерно 1700 автомобилей А вот потом Потом началась суровая экономическая реальность Вообще, первоначально на Vase, насколько я помню Рассчитывали на то, что за конец 2015 года За декабрь и за конец ноября Сумеют продать 5000 машин На практике продали в два раза меньше И более того, те покупательские настроения, которые ныне присутствуют Они, в общем, не позволяют всерьез надеяться на то, что картина как-то изменится То есть, в общем, того радужного будущего, ради которого эта машина была построена Его в нынешних обстоятельствах, в общем-то, может и не наступить Что касается самого автомобиля То вообще, первая вещь, которая всегда приходит в голову Когда говоришь о бюджетных машинах такого плана Это экономия То есть, понимаете, в чем дело? Создавая такую тачку, производитель всегда экономит на всем То есть, вообще на всем Если на машине сэкономить доллар Это кажется немного даже при нынешнем курсе Но когда машина производится тиражом 50 тысяч экземпляров Это уже сумма А если сэкономил 2 доллара То это уже хорошая сумма А если 50 долларов Большие деньги Понимаете, начинается все в мелочах Потому что мы с вами, допустим, подходим к машине сзади Пробуем открыть багажник И вот, понимаете, поначалу не получается Что для этого надо сделать? Нажать кнопку на брелоке Через несколько секунд все сработало На кнопочке сэкономили Идем дальше Заглядываем в багажник Сам по себе он достаточно приличный Но Во-первых, вот такие петельки Но они у всех бюджетных седанов А во-вторых, вот такая вот обивочка Сделанная непонятно из чего Понимаете, тоже, в общем-то Из чего-то такого неразорительного Ручка тоже такая простецкая В общем и целом Такие вот, знаете, мелочи по части экономии присутствуют Ну, теперь давайте вот это традиционное Развлечение всех, кто снимает обзоры про автомобиль Это попытка усесться самому за собой На самом деле машина действительно просторная И в принципе, скорее всего, таксистам Вполне себе сгодится Потому что места хватает И перед коленями, и над головой, и везде Ну, ладно, с местом порядок Давайте заглянем в мотор И не будем особо тянуть Потому что покататься хочется Что касается движка Вообще, логично было предположить Что АвтоВАЗ, который сейчас является частью концерна Рено-Ниссан Протянет ручки к Технической базе Франко-японского концерна И коль скоро они вроде как почти одно целое Так почему бы не позаимствовать приличный мотор И приличную трансмиссию Но на самом деле оказалось все не так просто Потому что, если подумать То свой собственный мотор он всегда выгоднее И на самом деле Те люди, которые приняли это решение Они как воду глядели Потому что на этапе разработки Еще, может быть, никто не знал Что случится с долларом А сейчас-то мы понимаем Что происходит с валютой И не будь здесь ВАЗовского мотора Машина могла бы выйти существенно дороже Но мотор наш, российский Собственно, практически тот же Что и у Калины С какими-то другими настройками 106 лошадиных сил Второй пункт плана Коробка передач С которой картина-то, в общем, похожая Потому что есть механика Но механика это отдельная история Есть такая машина, как у нас Вот самая классическая альтернатива Механики это, понятное дело, автомат Но у нас в России автоматы не делают Поэтому ловкие парни с автоваза подумали Почему бы не взять механическую ВАЗовскую коробку И не привинтить к ней навесную электронику И всякие управляющие системы Которые можно прикупить, скажем, у марки ЗТ И получить собственную роботизированную коробку передач Так и сделали Тот узел, который здесь стоит, называется АМТ И по сути он представляет собой Пятиступенчатую ВАЗовскую механику Но с кое-каким дополнительным оборудованием Поэтому у машины всего-навсего две педали Ну, собственно говоря, предлагаю перейти к рулю и педалям Слушайте, ну, во мне какая-то есть наверняка склонность К развлечениям в стилистике сада МАЗа Потому что можно было взять машину С нормальной человеческой механической коробкой Так ведь нет Надо познакомиться с роботом АМТ Знакомимся Итак, что такое робот АМТ? Робот АМТ это Обычная ВАЗовская пятиступенчатая механика Которой привинтили купленную УЗТФ электронику и управляющие механизмы То есть, грубо говоря, это механика, которая переключается без посторонней помощи Но, надо сказать, делает это довольно своеобразно Кстати говоря, вот трогательный нюанс Но не могу об этом внимании, не могу Давайте включим заднюю передачу И послушаем На самом деле я мог не говорить, что коробка русская Ее легко узнать по этому чудесному звуку Ну, думали, узнаю Поехали вперед Ну, собственно, как и полагается Режимы работы два Один из них автоматический Второй, собственно, ручные переключения Кстати, интересный момент Сейчас остановимся, попробуем Давайте перейдем в ручной режим И будем разгоняться с вами Робот держит первую передачу Он сам не переходит на вторую Вручную переводим на вторую И разгоняемся дальше Вот сейчас может быть любопытный нюанс один Да-да-да-да-да-да На третью он уже перешел сам То есть здесь получается интересный расклад Коробка держит первую передачу А на остальных переключается автоматически На самом деле переключается-то она не больно резво Потому что сцепление разомкнуто примерно секунду В этой трансмиссии То есть все переключения получаются чертовски длинные С этим надо сразу смириться А лучше купить тачку с механикой Ну, во всяком случае, я бы именно так и сделал Робот здесь вообще штука странная На самом деле единственная причина По которой здесь используется роботизированная коробка Это желание немножечко накроить Или даже не немножечко Учитывая, что автоматы у нас не делают А, собственно говоря, робот вот, пожалуй, и исполнили Кстати говоря, если бы кто-то додумался Прилагать сюда обычные классические автоматы, купленные за рубежом То сейчас цена этих самых автоматических версий Подскочила бы чертовски Что касается всего прочего Я вообще, по большому счету, очень давно не ездил за рулем На машинах, которые сделаны на автовазе Это не какое-то мажорство, просто так сложилось Сейчас сижу и поражаюсь Потому что на самом деле, ну вот надо признать Что это довольно современная машина То есть есть к чему попридираться, не вопрос, попридираемся Но в целом вполне прилично Ну не хуже, скажем, полу седана по ощущениям Приличный пластик, приличный То все эти ощупывания мы, пожалуй, оставим Перейдем к главному Есть ли косяки? Косяки есть Панель приборов Кто-то любит придираться к шрифтам Я не знаю, цифры как бы написаны Значит все нормально Что ненормально? Ненормально то, что если сейчас была бы солнечная погода И светило, заливало бы своим светом все вокруг Ни черта я бы на этой приборке не увидел Потому что все бликует и цифры не видны Регулировки яркости почему-то нету То есть в общем и целом в солнечную погоду Могут быть проблемы на голом месте Проблемы, которых не должно быть в современной машине Поехали дальше Есть маршрутный компьютер Который, к слову, вполне себе приличный И как раз его цифры, между прочим, видны при любом освещении Это хорошо Дальше опять начинаются странности Вот у нас есть лобовое стекло Что удивительно Что еще более удивительно Оно с подогревом Вот тут видны такие ниточки, которые в него встроены Они должны стекло отогревать Включается передний и задний подогрев одной клавишей Но почему-то передний очень долго раскочегаривается То есть ты умучаешься ждать Пока он наконец начнет что-то делать С налезью на стекле Проще ее чем-нибудь отскрести Это не очень хорошо Еще не очень хорошо, что сюда не поставили подогрев руля У нас холодно Нам нужен подогрев руля Черт возьми, почему его здесь нет, непонятно Но зато Вот что уж тут жарит Так жарит Так это подогрев сидений На самом деле это хорошо Потому что если сравнить, скажем, с Mazda, я не знаю, MX-5 Там подогрев с тремя положениями Все сделано сложно, красиво по-современному Но ты его включаешь и долго-долго ждешь Прежде чем что-то там начнет прогреваться Здесь все по хардкору Ты врубаешь на единственный имеющийся режим подогрев И начинаешь ждать Причем буквально через полминутки становится довольно тепло А где-то минутки, наверное, через две Как-то даже слишком тепло И эту штуку уже хочется вырубить Ну ладно, то отдельная история Так, ну еще одна штука, которую нельзя не показать Это местная мультимедийная система В данном случае у нас цветной экран Тачскрин В общем, довольно навороченная Развлекательная система Которая предлагается, понятно, только в самых дорогих версиях Коль скоро у нас одна из них Давайте попробуем Я прихватил флешку На которой записал две директории с музыкой И два видеофайла, два фильма Я это сделал по сложнейшей испытательной технологии Которая называется «Скинуть первое попавшееся» На самом деле, я полагаю, ее правильной Потому что работоспособность подобных систем Она, собственно, определяется очень просто Она читает все, что ей предлагается прочесть или нет Если нужно подбирать какие-то файлы, какие-то особые кодеки То это, в общем, больше возни и уже никакой радости Вот сейчас она разберет видео или не разберет Давайте посмотрим Так, это музычка Видео О, увидела Ну вот, на самом деле, совершенно банальный файл Просто скачан из интернета Открылся, значит, можно считать, что эта штука более-менее работает На самом деле, что еще хочется сказать Тут есть навигация Но вот облом Здесь какая-то штука странная с картами И что касается наших российских местностей, Подмосковья То о них карта не знает почти ничего Но при этом, вы будете ржать Здесь есть подробнейшая карта, представьте себе Италии Я думаю, что это не издевательство над потенциальным владельцем Весты Который про Италию знает, наверное, в лучшем случае с телевизора Это следствие какой-то непростой судьбы именно этого экземпляра Но, как бы то ни было, что имеем, то имеем Про навигацию лучше Промолчать Вообще, что в этой машине, наверное, самый главный косяк из всего Это время, когда ее наконец-то доделали и выпустили в продажу Вообще, если помните, когда-то давно на ВАЗе нам говорили, что Веста будет стоить 400 тысяч После всей этой украинокрымской истории быстро стало ясно, что 400 тысяч по целому ряду причин Она стоить не будет Оставался вопрос, сколько Долго теплилась надежда, что хотя бы цена входного билета в клуб Вестоводов Удержится на уровне полмиллиона или меньше Она не перешагнет, это значит психологический барьер Нужно, чтобы она начиналась с цифры 4 Ну, понимаете ли, не вышло такого Уже сейчас самая дешевая Веста стоит 514 тысяч Но это, знаете, сферическая Веста в вакууме Потому что пойди такую машину найди хоть где-нибудь Их почти не существует Самая дорогая сейчас 677 тысяч Но на самом деле в основном предлагают как раз что-то там промежуточное Благодаря, знаете, мощнейшей пиар-поддержке и ее выхода на рынок Практически сразу после премьеры ВАЗу удалось продать без малого 2000 машин Ну, это можно было действительно принять в большой и сильный сокрушительный успех Проблемы начались сразу после Потому что за оставшийся от премьеры кусочек 2015 года То есть одна неделя ноября и весь декабрь Ребята из Тольятти рассчитывали, что покупатели отыщут 5000 Вест Они были неправы Реальная величина оказалась в два раза меньше Понимаете, это проблема, потому что пока что совершенно не видно Что могло бы исправить ситуацию Потому что какие-то государственные программы поддержки работают Они де-факто пока не помогли Реклама Какой смысл рекламировать товар людям Если у этих людей просто нет денег его купить Есть еще один нюанс Понимаете, в чем дело В выйдя Веста несколько раньше Появилась она в те годы, когда Рынок рос махровым цветом Когда машин на всех не хватало Она могла произойтись большим тиражом И самое главное, она могла бы немножечко Подправить ренамы автовазу Потому что то, что мы имеем сейчас Ну, откровенно говоря, это ужас Потому что, скажем, для меня, для человека Который на вазовской технике учился водить Чья первая машина были Жигули Пятерка Для меня автоваз – это такое, знаете, особенное явление Потому что, знаете, есть такой оборот традиции марки Так вот, автоваз я знаю как предприятие На котором до недавнего времени Выпускались машины, разработанные в середине 20 века Про надежность автомобилей автоваз Я знаю такие истории Страшнее которых только легенды про оборотней и упырей Понимаете, в чем дело У автоваза такое ренаме, такая репутация И такие традиции марки Что лучше бы этих традиций не было вообще И на самом деле Веста – это действительно первая машина Которая могла бы изменить картину Но наши экономические расклады Фактически лишили ее этой возможности На самом деле в этом проблема, в этом невезение Машина получилась неплохой По вазовским меркам точно неплохой По сравнению со множеством конкурентов Достаточно неплохой Хотя, конечно, в этом сегменте есть машины, которые намного лучше Главная кривизна, косяк и странность Весты – это роботизированная коробка Потому что шестиступенчатый автомат, который встречается на корейских машинах этого класса Вещь несравненно более лучшая И если где-то и конкурентоспособный Веста, то, наверное, все-таки в версиях с механикой Потому что робот немножечко напугал В остальном это действительно хороший, нормальный, современный автомобиль Только появился он очень не вовремя Ну и под занавес, на самом деле, хочется сказать две вещи Во-первых, это не идеальная, но хорошая машина Да, у нее есть косяки Да, робот – это жуть Да, отделка местами кривая Да, навигация не очень понятная Да, сэкономили на каких-то мелочах, без которых не слишком удобно жить Да, поставили стекло с подогревом, но оно ничего толком не подогревает Такие вещи есть, и их можно исправить в ходе обновлений Вторая важная вещь Вот в чем Я, на самом деле, немного жалею, что снимаю эту программу именно сегодня А не спустя, скажем, несколько дней Потому что в ближайшем будущем на ВАЗе что-то сильно изменится То, что там происходит сейчас, это вообще достаточно сложные процессы Которые сложно и неправильно обсуждать, если ты не глубоко в теме Вообще, ВАЗ несет колоссальные убытки И что делать с этими убытками, тоже непонятно И непонятно, как относиться, скажем, к управлению Бу Андерсона Это действительно преображение и прогресс для АвтоВАЗа Или это очередное болото, в котором шагнулось предыдущего болота В котором попались предыдущего болота Закончится вся эта история или нет? Если закончится, то чем? На самом деле, с машиной получается странная тема Потому что модель однозначно удачная Для завода это однозначно шаг вперед Но, учитывая нынешние экономические обстоятельства Веста при определенных раскладах может стать тем камнем Который утащит Волжский завод на дно И чем вся эта история закончится, на данный момент непонятно Будем ждать, но у меня на сегодня все, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok